Здравствуйте! Вы смотрите новости на МТРК, в студии работы Дарья Пашмынцева. Сегодня вы увидите. Поздравление с новосельем! Глава региона встретился с очередниками на жилье в открытых многоэтажках по Первомайской. Вне госпрограмм в городе дорогих квартир. Команда МТРК познакомилась с ценообразованием на Петропавловском рынке недвижимости. Чуть дальше друг от друга, но ближе к победе. В Петропавловске проходит полезная акция. Держите расстояние! Долгожданное новоселье. Сегодня 186 семей заселились в две многоэтажки по улице Первомайской. Квартиры в новостройках получили 36 многодетных семей. Остальные – это дети-сироты, инвалиды, ветераны Афганской войны и неполные семьи. Раньше на месте новостроек находились четыре аварийные двухэтажки. О сносе старого жилья, строительстве нового и микрорайоне, который ждет больших перемен, расскажет Айгерим Мукашева. Из окна семьи Назаровых, конечно, не площадь красная видна, а детская площадка. Зато обзор открывается из собственной квартиры. Двое сыновей и столько же дочерей Аллы Назаровой в новой двушке уже каждый угол изучили. Остались довольны. А больше всех счастлива хозяйка дома. Когда позвонили и сообщили, что подошла очередь на жилье, Алла была на работе. После этого звонка сконцентрироваться на делах уже не получалось, вспоминает женщина. Мечта о собственной квартире сбылась. Окончательно в это Алла поверила только несколько дней назад, когда получила ключи от долгожданных квадратных метров. Пока нам все нравится. Нравятся ей комнаты хорошие, просторные, коридор большой. Очень даже нравится. Все. Кухня особенно нравится. Мечта. Вообще мы ждали квартиру 13 лет. Стояли на очереди. Я жила у мамы. Дети старшие. Там как бы места не очень много. А дети старшие у меня у тети жили. Так прошли последние 4 года семьи Назаровых. Планируют, что через неделю дети уже переедут в новую квартиру. И они с мамой соберутся за большим столом. Вот такое воссоединение. А семья Шариповых в новую квартиру уже заселилась. Раньше супруги с двумя детьми жилье снимали. На это уходила большая часть заработка. А еще приходилось каждый год переезжать в поисках своего угла. Теперь после 11 лет съемных однушек наконец нашли. Можно сказать, во все районы проехался. С 20-го начинаю и до бензостроя доехал я. Раньше 25 начинал я платил с общежития. Потом 45-50. Ну и еще плюс коммунальные услуги. Вот то, что вот все платил я, теперь будет уходить. Ну, первое время на ремонт туда-сюда. Ну, на семью зато будет уходить. Ну, а сейчас мы на основе арендное жилье будем платить где-то, думаю, ну, 3-7 тысячи. Ну, это копейки по сравнению, что мы вот платили раньше. Квартиры в этом доме выдали 93-м семьям из категории социально уязвимые. Рядом дом-близнец. Тоже для многодетных, неполных семей, людей с ограниченными возможностями, сирот и ветеранов. Эти две многоэтажки построили на месте четырех аварийных домов по Первомайской. Стены разваливались, крыша была очень опасной. Люди подвергались ежедневной опасности. Поэтому было принято решение выселить этих людей, предоставить им жилье. Это 32 квартиры. И вместо вот этого участка построить два пятиэтажных дома на 186 квартир. Мы продолжаем работу по сносу ветхого старого жилья в городе Петропавловске. За три года мы снесли уже более тысячи квартир, домов, где не было никаких удобств. Тысяча семей из старых просевших домов переехали в благоустроенные квартиры. Получат их и очередники. Притом не только в Петропавловске. В пяти районах возводят семь многоэтажек. Это аренно-коммунальное жилье. Кроме того, в следующем году в микрорайоне Береке вырастут пять многоэтажек на 556 квартир. Их получат 130 многодетных семей и более 400 из социально уязвимой категории. Помимо Береке изменится облик еще одного перспективного микрорайона по улице Уалиханово. На будущий год запланировано ее расширение, существенное расширение. Проект уже готов. Как только погодные условия начнут позволять, мы начнем строительные работы. Здесь тоже будет продолжено снос частного сектора. Запланировали мы строительство дворца спорта между Валиханово и Назарбаевой улицей. И также здесь мы запланировали строительство нового большого парка. Это все планы на следующий год. А если говорить о 2020-м, то на строительство жилья из бюджета выделили 18 миллиардов тенге. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году. В области сдадут 3000 квартир. Из них 625 предназначены для социально уязвимых слоев населения. 125 для многодетных семей. Всего новоселье в этом году отметят 11 тысяч североказахстанцев. Другим новостям. За сутки количество североказахстанцев с подтвержденным COVID-19 увеличилось на 79 человек. У 62 заболевания протекают бессимптомно. Остальные 17 с проявлениями коронавирусной инфекции. По данным областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля, больше всего заболевших в Петропавловске, где COVID-19 обнаружили у 18 человек. Недалеко ушел и Акаинский район. Там 14 подтвержденных случаев. На 2 меньше. В Есильском, в Тыншинском за сутки 9 заболевших. В остальных районах не больше 4. Лабораторные анализы по эпид-показаниям отобрали у 66 человек. 12 обследовали с целью эпиднадзора. Еще у одного ПЦР-анализ взяли в целях профилактики. Это был завозной случай. Всего за сутки в четырех лабораториях области провели 1377 ПЦР-исследований. С нарастанием в регионе зарегистрировано 5260 случаев коронавируса. 60% из них с симптомами. Количество зараженных людей коронавирусом растет каждый день. Увеличилась за последние месяцы и заболеваемость пневмонией. Она также может проявляться с симптомами COVID-19. Об этом не понаслышке знает Елена Литвинова, потому что сама столкнулась с вирусом. О первых признаках болезни и как проходило лечение, женщина рассказала нашему корреспонденту Эгирим Мукановой. Сейчас Елена Литвинова может спокойно прогуливаться на улице, наслаждаться первыми холодными и снежными днями. А вот в июле, вспоминает женщина, ей было не до этого. Летом у нее проявились первые симптомы заболевания. Но она приняла их за обычную простуду. Занималась самолечением. Позже состояние и вовсе ухудшилось. Как, наверное, любой житель, любой страны, мы, конечно же, не верили поначалу в коронавирус. То есть мы все слышали, что это где-то началось в Китае, да. Но мы, как любой человек, я, вернее, как любой человек, этому не верили. Не то, что не верили, просто думали, что это где-то происходит с кем-то, но меня это не коснется, со мной это не произойдет, да. Только после ухудшения состояния Елена вызвала врача на дом. Сначала ей назначили лечение антибиотиками, но это не помогло. После поставили диагноз – пневмония. Меня отправили на обследование, сделали снимок, что и подтвердилось, что пневмония действительно, 30% поражения двухсторонние. Перевели меня на инъекционные антибиотики. Конечно, большое спасибо врачам областной больницы, то, что, можно сказать, вытащили меня, потому что состояние уже было вплоть до потери сознания. Не то, что улучшение, а ухудшение и вплоть уже до того, что я теряла сознание. Елена отказалась от госпитализации, лечилась дома. Врачи регулярно звонили и узнавали о состоянии. Чтобы выздороветь, женщине потребовался месяц. За этот период пришлось сильно потратиться на медикаменты. До сих пор вспоминает, как тяжело протекала болезнь. Страх смерти. Я никогда не забуду одну ночь, которую я пережила. Когда я лежала, я была до того слаба, и у меня не было сил вообще ни встать, ни позвонить. Я просто ждала, выживу я или не выживу. Я лежала и молилась. Очень страшно. Очень страшно. Сейчас она здорова, но до сих пор переживает последствия пневмонии. После ходьбы у нее появилась одышка и легкое недомогание. При себе у Елены всегда маска и антисептики. Говорит, северокостанцам стоит проявить свою самосознательность. Ведь и она не верила в вирус, пока не столкнулась с ним. Айгири Муканова, Казбек Аркбаев, новости МТРК. Другим темам. Представители проектного офиса Казалжара Далда Каланэ вместе с волонтерами посещают места массового скопления людей, чтобы еще раз предупредить население о соблюдении всех мер безопасности. Они раздают листовки с призывом сохранять дистанцию. График посещения предприятия, организации расписан в рамках акции под названием «Держите расстояние». Проходит она с 1 ноября и продлится до конца текущего месяца. Акцию организовали по инициативе проектного офиса Казалжара Далда Калана. Присоединились к ней и волонтеры. Основная цель в очередной раз напомнить населению о соблюдении элементарных мер предосторожности в условиях пандемии, в частности о дистанцировании. Чтобы предотвратить данную болезнь, данный вирус, нам нужно сейчас набраться терпения и соблюдать элементарные вещи. То есть это не находиться в местах скопления, чтобы держать расстояние, то есть не подпускать ближе метр, ближе двух метров к себе людей, потому что они должны понимать в первую очередь не только о себе, но и они должны думать о своих близких, родных, потому что они каждый раз, когда возвращаются домой, обнимают в первую очередь своих любимых жен, мужей, детей своих, и тем самым они не понимают, что могут в любой момент просто заразить, то есть это и бессимптомные. В местах наибольшего скопления людей, в том числе и в государственных учреждениях, активисты раздают листовки с лозунгом «Держите расстояние». Среди них и Нина Антонова. Служаю также волонтером по мониторингу. Я проходила объекты медицинские, наличие лекарств, наличие лекарственных средств по ценам. Дело в том, что на данный момент наша область опять вошла в красную зону, и данная ситуация зависит не только от людей, которые находятся именно в стадии заболевания, но именно от нас окружающих. Если мы будем соблюдать необходимые медицинские правила, тоже дистанцию, применять те же перчатки, те же маски, то данная ситуация постепенно пойдет на обыль. Акцию «Держите расстояние» общественники будут проводить до конца этого месяца. Анжелика Сычева, Михаил Казначеев, Новости МТРК. С начала года на территории Североказахстанской области полицейские зарегистрировали 1736 краж чужого имущества. 74% из них стражам порядка удалось раскрыть. Как правило, злоумышленники выбирают те предметы, которые могут легко прибрать к рукам. В основном это небольшие ценные вещи. Бывают и противоположные случаи. Об одном из них наш материал. Подготовили его при содействии пресс-службы областного департамента полиции. «Длина была 6 метров. И все. Вот остались. Хлам остался». Первый городской отдел полиции обратился к горожанину, у которого украли металлический гараж. Мужчина уточнил, что хранил там строительные материалы. А пропажу узнал от соседей. Благодаря свидетелям полицейские быстро выяснили, что автогараж вывезли на грузовом автомобиле. Подвоха в происходящем они не почувствовали, так как преступники действовали очень уверенно. Приехали на грузовом автомобиле, оснащенном краном-манипулятором. Подозреваемый в краже оказался ранее неоднократно судимый 33-летний Петропаловец. Спецтехнику злоумышленник нанял. С ее же помощью сдал гараж в один из пунктов приема металла на окраине областного центра. Взамен получил 130 тысяч тенге. «Был установлен и задержан ранее неоднократно судимый житель областного центра. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 188 части 1 УК Республики Астан». Сейчас в страже порядка проводят досудебное расследование, чтобы установить все детали происшествия. «Молодцы, оперативно сработала милиция. Они нашли этого шофера, этот сосед дал номер телефона этого шофера, позвонили ему. Через него нашли, куда этот гараж увезли. Его уже разрезали на куски. И стоял поезд уже к отправке. И вовремя подоспели там». С начала года в северном регионе больше полутора тысяч раз происходили кражи. 74% случаев злоумышленников удавалось найти. Стражи порядка напоминают, чем раньше потерпевшие обратятся в полицию, тем выше вероятность раскрыть преступление по горячим следам. Дарья Пашмынцева при содействии пресс-службы областного департамента полиции. Обратная связь с населением – это один из главных приоритетов концепции слышащего государства. За 10 месяцев в антикоррупционную службу поступило 442 обращения от североказахстанцев. Приемы граждан в профильном ведомстве сейчас проводятся 2-3 раза в неделю. Задавать свои вопросы все желающие могут в онлайн-формате. Подробности далее. В этом году 9 октября этого года его осудил. Суд за мошенничество. Осудили его незаконно, без узнаваний. К недоумению прибавилось еще и чувство несправедливости, говорит Татьяна. Время судебных тяж показания принимали только у подельников, которые проходили по делу. У нас полномочий оспаривать судебное решение на законодательном уровне не существует. Мы, по большому счету, повлиять на уже вступившие в силу решения суда также повлиять не можем. Оставивать судебное решение можно только лишь в суде высшестоящей инстанции. От судебных вопросов к проблемам жилья. Семья на Урысбаевых планировала заселиться в новый дом по 5-10-20. В Акимате четко ответили, что госпрограмму еще не утвердили. Ваш номер передам в свое подразделение, это управление добропорадочности. Обратную связь с населением в антикоррупционной службе ведут регулярно 2-3 раза в неделю. За 10 месяцев в профильное ведомство поступило 442 обращения. Из-за пандемии и карантина приемы граждан проходят сейчас в онлайн-формате. Абай Альжанов, Рустам Тлеужанов, Новости МТРК. Собственная квартира как несбыточная мечта для неочередников. Петропавловск периодически входит в топ-5 городов страны самыми высокими ценами на жилье. Собственный квадратный метр на вторичном рынке может стоить 310 тысяч тенге. Если брать новенькую квартиру в коммерческом доме, то к этой цифре нужно будет прибавить еще 60 тысяч. О подводных камнях рынка недвижимости областного центра и о том, почему в нем такие заоблачные цены, расскажем прямо сейчас. Квартира за 11 миллионов в районе океана и за 13 рядом с торговым домом «Рахмет». Примерно так раньше северказахстанцы искали квартиры для покупки. Сейчас с помощью специальных сайтов эта процедура стала значительно проще. Реже на них можно встретить объявления о продаже недвижимости от хозяина и чаще от риэлторов. Так или иначе, где искать квартиру знает большинство. А вот как накопить на заветные квадратные метры? Вопрос, который у большинства людей пока остается без ответа. Еще сложнее его найти после просмотра нынешних цен на городском рынке недвижимости. От такого положения вещей руки опустятся, наверное, даже у самого оптимистичного человека. 11 500 без ремонта недороговато? За 11 есть. За 11 уступите, да, 500 тысяч? Нет, ну есть другая квартира за 11. А вообще, когда вы цену ставите, на что ориентируетесь? Мне просто интересно. Ну, наверное, как все, просто смотрим, сколько стоят остальные квартиры. Сейчас все таких цен одиннадцать. Однушки за 10 миллионов и выше, двухкомнатные квартиры за 12, 13, 17 миллионов. Чтобы не пугать слабонервных, стоимость трешек, пожалуй, озвучивать не будем. Они как машины класса люкс. Вот только без новеньких Бентли, Рендж Ровера, среднестатистический североказахстанец обойдется. А вот без своей крыши над головой жить сложно. Как и получить ее, если вы не очередник? Именно на них рассчитаны первичный рынок и госпрограммы. Клиенты обращаются, они чаще всего обращаются с минимальными запросами. Они хотят однокомнатные квартиры за 6 миллионов. Таких, конечно, квартир нет. Здесь мы ничем не можем помочь. Либо они хотят приобрести двухкомнатные квартиры за 10 миллионов. Ну, такого предложения просто на рынке нет. Если брать прям такую аналитику, за 2-3 года у нас стоимость жилья была 180 тысяч за квадратный метр. Сейчас максимальная стоимость жилья у нас до 310 поднимается. Это за квадратный метр на вторичном рынке. Коммерческого жилья в Петропавловске очень мало. Да и удовольствие это тоже не дешевое. Квадратный метр в такой новостройке доходит до 370 тысяч тенге, рассказала Елена Молодовская. А еще отметила, что спрос на собственные квадратные метры, несмотря на достаточно кусачие цены, остается очень высоким. Таким же, как нахождение Петропавловска о республиканском рейтинге цен на квартиры. Областной центр вместе с крупными городами страны периодически входит в дорогой топ-5. Все аналитики говорили о том, что у нас к осени все-таки будет снижение стоимости недвижимости. Многие, конечно, этого ждали, но этого не произошло. Пандемия не повлияла. Наоборот, спровоцировала рост, который способствовал повышению цен. О том, как они могут меняться и расти даже в процессе переговоров с продавцами, причем не на сотни тысяч, а на миллионы, хорошо знает оператор нашего телеканала Михаил Казначеев и его супруга Анастасия. Квартиру мечты в нее они заехали недавно, на вторичном рынке искали около года. Много раз разбивали ноги о подводные камни рынка недвижимости. И что такое момент ожидания и реальности при просмотре потенциальной квартиры супруги знают очень хорошо. Ни ремонта, ничего, полностью деревянные окна, все, ни мебели, ни обоев. То есть, ну, вообще полностью убитая квартира за 8 миллионов. И в наших долгих поисках мы нашли вот квартиру и практически по такой же цене, непонятно почему в Петропавловске квартиры, да, с разным ремонтом, с разной площадью и по одной цене. Мы работаем, нам проще, в плане каком, что мы сами зарабатываем и мы сами все, как говорится, наплачиваем, делаем. Взять, допустим, молодых ребят, которые только выпустились, для них это нереальная сумма, непостижимая просто. Даже общежитие. Даже общежитие, да. Общежитие тоже. Мы уже даже смотрели и гостиночного плана, квартиры, там тоже сумасшедшие цены. Уютную однушку Казначевы взяли в ипотеку на 7 лет. В идеальных планах пары погасить кредит раньше и приобрести более просторное жилье, когда их семья станет больше. Сколько к тому моменту будут стоить квартиры в Петропавловске, представить страшно. Почему квадратный метр в областном центре такие дорогие? Очевидно, что на рынке недвижимости действуют свои правила и государство не может на них влиять. Хорошим решением хотя бы для временного сдерживания цен на жилье, по мнению казахстанских экспертов, может стать мораторий. Примерно 14 лет назад его ввели в Казахстане, чтобы перекупщики квартир, использующие госпрограммы, 3 года не имели права перепродавать свое имущество. Может быть в 2021-м было бы неплохо повторить такой опыт? Тогда, возможно, шанс на свой уют и комфорт получили бы больше североказахстанцев. Дарья Пашмынцева, Михаил Казначеев. Новости МТРК. Другим новостям. 11 ноября в столице в режиме видеоконференции под председательством Ельбасы Нурсултана Назарбаева прошло заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана под Единым Шанураком к высоким целям. Участие в нем принял президент страны Касым Жумар Токаев, депутаты парламента, аким областей, представители центральных исполнительных органов, филиалов ассамблей и активная молодежь. В лице последних выступила студентка Евразийского национального университета имени Гумилева, наша землячка, уроженка села Лавровки Аиртаусского района Юлия Лагуткина. Какую идею озвучила девушка, знает моя коллега Анжелика Сычева. Юлия Лагуткина 22. Она в совершенстве владеет государственным языком. Изучать казахский начала со школьной скамьи. С тех пор язык Абая глубоко засел в ее сердце. Я изучаю язык с первого класса. Тогда любовь к нему привил мой учитель казахского языка и литература. Сейчас свободна и без барьеров, разговариваю на нем на любые темы. Я хочу разрушить стереотип о том, что в северном Казахстане люди практически не говорят на казахском, ведь это не так. Юлия хочет популяризировать среди населения изучение казахского языка и поднять уровень владения им. О своих планах студентка Евразийского национального университета имени Гумилева рассказала на заседании Ассамблеи народа Казахстана. Основной посыл ее заключается в том, чтобы 2021 год снова прошел под эгидой добровольничества. Только акцент сделать на волонтеров, которые будут обучать казахстанцев государственному языку. Как говорит Ельбасе Нурсултан Азарбаев, будущее Казахстана в казахском языке. Я полностью соглашусь с этим выражением. Я считаю, что современная казахстанская молодежь обязана изучать государственный язык и должна сама тянуться к нему. Сейчас для этого созданы все условия. Юлия надеется, что ее идея найдет отклик у каждого казахстанца. И уже в следующем году волонтеры начнут активную работу в этом направлении. Анжелика Сычева, Новости МТРК. История края 18-20 веков под этим названием в Североказахстанском областном музейном объединении. С 11 ноября стартовал цикл онлайн-экскурсий. Сегодня прошел очередной прямой эфир, посвященный судьбе и творчеству поэта Макжана Жумабаева. Об этой и других онлайн-трансляциях, которые могут посмотреть североказахстанцы, расскажет Анастасия Астертак. Макжан Жумабаев, автор многочисленных стихов, поэм и рассказов. Онлайн-экскурсию посвятили его жизни и творчеству. Судьба поэта была полна трудностей и трогать до глубины души. Он всегда боролся за справедливость и правду. Это его и погубило. Жумабаев дважды сидел в тюрьме. Затем получил клеймо «Враг народа». Его расстреляли 19 марта 1938. Спустя 20 лет посмертно реабилитировали. До конца 80-х годов его творческое наследие было под большим запретом. Только с конца 80-х годов начинает издаваться вновь его произведение. В нашем музее хранятся копии документов Макжана Жумабаева, в том числе копия анкеты арестованного. Здесь она у нас в экспозиции представлена. Копия протокола допроса. И, конечно же, собрание сочинений Макжана Жумабаева. Также удалось сохранить вещи, которыми пользовался сам Макжан. Посуда, молитвенный коврик. Эта экскурсия относится к циклу «История края 18-20 веков». Стартовала она 11 ноября. Впереди зрителей ждет еще много всего интересного. Следующая тема – спецпереселенцы. Так как из-за пандемии североказахстанцы не могут посещать культурные учреждения, в Североказахстанском музейном объединении радуют своих посетителей в онлайн-формате. Экскурсии, лекции, презентации. Всю информацию можно узнать в Инстаграме и Фейсбуке на страничке музея. Первый проект – это онлайн-демонстрация «История одного экспоната», где мы рассказывали о уникальных, интересных экспонатах нашего «История краеведческого музея», а также картинах, хранящихся в фондах областного музея изобразительных искусств. Следующий проект – это проект онлайн-лекции по природе родного края и очерки по археологии и памятникам, внесенных в археологическую карту нашей области. С 23 ноября в Североказахстанском областном музейном объединении планируют проводить новый цикл онлайн-экскурсий «Путь лидера», посвященный Дню первого президента Республики Казахстан. На этом все. Муниципальный телерадиоканал напоминает североказахстанцам об обязательном ношении масок. Берегите себя, смотрите наши новости, будьте всегда в курсе событий. До свидания. АКВАФОР 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 Питьевую воду производят на заводах, где сначала из нее удаляют песок, ил, механические загрязнения и растворенные вещества. Затем воду полностью очищают обратно осматической мембраной, а также минерализуют. Наконец, в воду, которой предстоит длительное хранение, добавляют консервант, разливают по бутылкам и отвозят в магазин. Такая вода чистая, но очень дорогая. Можно ли получить ее в 10 раз дешевле? Можно. Для этого вам просто надо разместить завод по очистке воды у вас на кухне. Теперь это возможно. Знакомьтесь, АКВАФОР МОРИОН. Это настоящий мини-завод чистой, мягкой, питьевой воды премиум-класса прямо у вас дома. АКВАФОР МОРИОН полностью повторяет заводскую технологию очистки воды. На первом и втором этапах вода очищается от всех механических примесей. На третьем обратноосматическая мембрана полностью удаляет все опасные загрязнения. Вода становится мягкой, и теперь вы никогда не увидите накипи в чайнике. На четвертом этапе вода дважды обогащается ионами магния. АКВАФОР МОРИОН делает воду на уровне лучших марок бутилированной воды и даже превосходит их. АКВАФОР МОРИОН. Питьевая вода премиум-класса у вас дома. АКВАФОР. АКВАФОР МОРИОН.